Здоровое питание — это не только про подсчёт калорий, но и разнообразие продуктов. Рыба — один из источников полезных веществ. В советское время даже придумали специальный день, когда в точках общепита подавали блюда только из морепродуктов. Впервые такое меню появилось в Прибайкале в октябре 1976 года. Как и для чего вводили рыбный день, расскажем в следующем сюжете. Сегодня у иркутских студентов задача подготовить 120 рыбных котлет. Фарш уже на столе. Осталось дело за малым — сформировать шарики и обвалять их в муке. Технология не сильно поменялась за полвека. В 1976 году в октябре в стране, в том числе и в Иркутской области, ввели рыбный день. В основном он появился из-за дефицита мяса. Но были и другие причины. Это популяризация рыбы как полезного продукта. Здесь знакомство, скорее всего, потребителей. Вторник, четверг — рыбный день всегда в меню были. У нас позиции изделия из теста, уха, какие-то рыбные котлеты, какие-то ещё рыбные блюда. Сейчас, к сожалению, не все предприятия это могут очередовать. Вторник, четверг. Но есть отдельное направление — это в меню. В любом случае стоит какая-то позиция либо в холодном, либо в горячем. Сейчас меню советских столовых мало кого прельщает. Многие жители Иркутской области предпочитают суши и роллы, которые пришли к нам из Японии. Также популярна рыба, жареная на гриле. Способы приготовления морепродуктов — это не единственные нюансы, на которые смотрят посетители кафе и ресторанов. В последнее время они стараются есть рыбу из естественной среды обитания. Норма, о которой полвека назад даже не задумывались. Это именно дикая рыба, выловленная в природе, не выращенная, так как в ней больше витаминов, полезных веществ. Байкал холодный. Рыба, которая живёт в холодных водах, она всегда более жирная, у неё более плотное мясо. Поэтому она очень сильно отличается от рыбы, которая где-нибудь более южнее вылавливают. В водоёмах нашего региона обитают более 70 видов рыб, так что выбрать есть из чего. Но какой бы рыба ни была, хариус или щука, например, существуют определённые правила её приготовления. Если есть возможность у людей, лучше незамороженную рыбу купить, чем замороженную. Потому что она, когда замораживается, если ещё несколько раз, ну, знаете, да, сами понимаете, что уже она разваливаться будет. Голову под углом, да, там надо нам обрезать. Правильно хвост отрезать, правильно плавники, правильно разделать на чистое филе. С этими задачами студенты под руководством наставника справились на ура. Теперь осталось только пожарить котлеты и устроить свой локальный рыбный день. Кстати, появление рыбного дня 48 лет назад было уже второй попыткой централизованно перевести граждан на рыбную диету. Впервые её предприняли в 32-м году, но тогда опыт не прижился. Ксения Бутина, Виктор Черкашин. Новости по будням.